Здравствуйте, добрый вечер на телеканале Антенна 7, время новостей и я Евгений Нефанов и вот о чем речь. Горячая статистика. Пожаров произошло за период 2020 года, меньше почти на 20%. На что обращают внимание спасатели накануне зимы? Опасные водители. Если человек садится дважды за руль даже, уже будучи лишенным, то ничего хорошего тут ждать не приходится. Он и десятый раз сядет. Каков психологический портрет нарушителя? А еще где появилось граффити с Кондратьем Беловым? И новости спорта. Но сначала о ситуации с коронавирусом. Медики выявили в Омской области только за сутки 89 новых случаев. И вот где. Омск 64, Омский район 5, Таврический район 4, Муромцевский, Азовский, Кормиловский, Большереченские районы по 3. По одному новому случаю заражения в Полтавском, Колоссовском, Тарском и Исселькульском районах области. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находится 1397 человек. Увеличилось и количество летальных исходов. За истекшие сутки скончались 4 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В России за сутки выявили 8945 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 12 июня. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 185 231 человека. Вирусолог назвал основную ошибку заразившихся коронавирусом. Это самолечение. Так считает руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гомолея Виктор Зуев. А в Москве, и об этом стало известно буквально час назад, с 5 октября переход на удаленную работу станет обязательным. Работодатели в столице должны перевести на удаленку не менее 30% работников. Всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение делают только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленку также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей. Губит людей и вирус, губит людей и огонь. Сегодня, накануне зимнего периода, спасатели напомнили, соблюдать правила пожарной безопасности надо. И назвали печальные цифры. 172 дачи уже горели в этом году в Омске и 1242 частных дома. О главных причинах инспекторы рассказали на пресс-конференции слово Анне Рыбиной. Подремонтируйте, пожалуйста, замажьте, чтобы не выпало, а то выпадет на коврик. Старые печки в частных домах. Они стали причиной 337 пожаров. Это с начала 2020 года. Затем, чтобы на печи не было трещин и прогаров, должен следить собственник. Чистка дымохода тоже обязанность хозяина, напоминают инспекторы МЧС. Они могли только проконсультировать или подсказать телефон мастера. И то раньше, до пандемии. Это видео с прошлогоднего рейда. Сейчас проводить профилактику сложнее. И журналистов не позовешь. В рамках совместной работы мы, конечно, проходили, проводили рейды, насколько это было возможно, с условиями дистанционной профилактики, без контактной профилактики. Старались выделить внимание распространению памяток, листовок, так как все сходы были у нас ограничены. Вторая по популярности причина пожаров – неправильное обращение с огнем и электроприборами. Всего спасатели выезжали тушить дома 1242 раза с начала года. 53 человека погибли, из них трое – дети. Увы, погибших почти на треть больше, чем в 2019-м. На территории города нет роста пожаров от несправности электрооборудования и от печного оборудования показатель на уровне прошлого года. И в зданиях жилого назначения на территории города пожаров произошло за период 2020 года меньше почти на 20%. По версии сотрудников МЧС, пожаров стало меньше, потому что старые дома помаленьку сносят и на их месте строят новые, конечно, уже без печек, с газовыми котлами, например. Они намного безопаснее. Их устанавливает мастер и ежегодно проводит осмотр и профилактику. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Срочное сообщение мэрии Омска. Возвращаемся к теме коронавируса. В школе номер 36 согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Омской области в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции с 21 сентября и по 5 октября закрыто на карантин и переведено на обучение с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий аж 18 классов. Учащиеся оставшихся 30 классов продолжат обучение в школе. И мэрия уточняет, что в учреждении проведена дезинфекция, а образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В Омске сокращается число пьяных водителей, но теперь омичи предпочитают разъезжать по дорогам в состоянии наркотического опьянения. Это наблюдения врачей Центра медицинского освидетельствования. Наркологи также составили психологический портрет таких нарушителей. Продолжит Любовь Федорова. Каждый месяц через отделение медосвидетельствования проходит около 500 человек. Приводит статистику заведующая Ирина Чехладзе. Есть среди них и постоянные клиенты, те, кто попадались пьяными за рулем во второй и третий раз. Это в основном мужчины 30-40 лет, которые знают о своих правах очень много, но забывают при этом о правах окружающих. Цинично относятся к сотрудникам ГИБДД и к врачам-наркологам. Отчаянно отстаивают свои права. Часто в нецензурной, грубой форме, описывает Ирина среднестатистического пьющего омского водителя. По мнению медика, дорога им не в Центра свидетельствования, а к наркологу. Если человек садится дважды за руль даже, уже будучи лишенным, то ничего хорошего тут ждать не приходится. Он и десятый раз сядет, к сожалению, это так. Поэтому мы очень надеемся, что такие лица, если они лишенные, если они дважды лишены, будут направляться к наркологам и врачи уже, в свою очередь, будут решать, доверить ли право управления этому человеку через полтора года, через три, насколько суд лишает водителя или нет. С начала года на городских дорогах задержали более пяти тысяч пьяных водителей. Они были под алкоголем или психотропными веществами. Вторая беда – водители нарушают правила, игнорируют скоростные ограничения и светофоры, рассказывает заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Триколе. Сегодня в большей степени все транспортные средства, так скажем, пассивная безопасность их обеспечена. У них это не то, что мы имели в прошлом веке, в 50-х годах. То есть сегодня автомобили более безопасные. Что касается дорог, здесь тоже ситуация такая, идет их улучшение. Мы видим, реально исполнительная власть серьезные шаги делает в этой части, покрытие улучшается, технические средства организации дорожного движения. То есть тоже аспект этой деятельности, он сегодня, так скажем, улучшен. Среда. Здесь ситуация следующая. Это все зависит, я как раз говорил, об изменении погодных условий, об изменении светового дня. Вот это и есть среда. То есть здесь должен водитель приспособиться. И вот в этой системе как раз самый важный формат – это водитель. Пример дорожно-транспортного происшествия в минувшую субботу. На Красноярском тракте в 7 утра внедорожник слетел в кювет. Трое пассажиров погибли на месте – водитель и еще один пассажир в больнице с тяжелыми травмами. Чем, как неповедением водителя объяснить это происшествие, уверен Игорь Триколе. Трасса на этом участке без повреждений. Видимость в момент ДТП была хорошая. На улице светло и без осадков. Иномарка дорогая и безопасная. По факту ДТП уже завели уголовное дело. Понятно, что условно, если мы понимаем, что скорость на загородной трассе 90 км в час, там, наверное, и ограничения, потому что это на подъезде к железнодорожному переезду имеются. На таком автомобиле при вот таких вот состояниях среды, вот внешне, да, это светлое, ни скользкое, ни гололед. Водитель вот так заканчивается вот этот процесс движения. Ну, тут можно предположить, что, наверное, не все порядки с водителем. Если бы водитель соблюдал скоростной режим, трагедии бы не произошло. С мнением инспектора согласны и сами водители. Правила дорожного движения нарушают и на загородных, и на городских дорогах. Дебилов много. Извините, конечно. А вы кого так называете? Вот кто относится к этим людям? Ну, всяких, кто мнит себя гонщиками. Агрессивно ездят люди, наверное, мне кажется, не уступают дорогу, ведут себя по-хамски. Мне кажется, из-за этого. Вы часто такое встречаете? Ну, не часто, слава богу, но бывает. Подрезают сильно много. Подрезают, потом, что еще? Правила не соблюдают на поворотах. Поворотниками также не пользуются. С начала 2020 года в Омской области произошло 1800 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 144 человека. А впереди еще ухудшение погоды и гололед. Поэтому в ГИБДД готовятся к сезонному увеличению аварийности. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Еще из новостей дня. За осенью из Омской области планируют призвать в два раза больше мячей, чем весной. Нынешняя кампания проходит в условиях повышенных мер безопасности из-за коронавируса. Как рассказали в Департаменте общественной безопасности, он продлится до 31 декабря. Штаб Центрального военного округа установил норму призыва на осень этого года в 800 человек. Первая отправка призывников в Вооруженные силы Российской Федерации запланирована на 15 октября. В военном комиссариате Омской области уточнили, что сборные пункты обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты. Пожилым людям в их день помогают решить наболевшие вопросы. В аппарате уполномоченного области по правам человека сегодня и завтра специалисты проводят консультации по телефону. Амичи жалуются на финансовое мошенничество, качество капитального ремонта, уточняют детали закона о тишине. О спектре вопросов рассказал омбудсмен Ирина Касьянова. За час работы поступило уже более 30 вопросов. Основные вопросы, это конечно связанные с пенсионным обеспечением, несогласие с размером пенсии. Есть вопросы, связанные с благоустройством, есть вопросы, связанные с начислением коммунальных услуг, льгот и так далее. То есть вопросы совершенно разные. Поэтому сегодня мы пригласили на прямую линию специалистов пенсионного фонда. И у нас присутствует руководитель государственной жилищной инспекции, который профессионально дает ответы на поставленные вопросы. Те вопросы, которые требуют дальнейшей проработки, более глубокой проработки, мы берем на контроль и будем работать. И в последующем люди получат письменные ответы на все вопросы. В центре Омска на стене здания появилось граффити с портретом Кондратья Белова. Это новый шедевр мастеров стрит-арта. Художники, граффитисты Марат Абишев и Андрей Северский завершили этот объект на фасаде жилого дома 43 по улице Ленина. Портрет художника Кондратья Петровича Белова на фоне реки. Известно, что реки Томь и Иртыш были одной из излюбленных тем художника. В этом году Кондратью Белову исполнилось бы 120 лет. Работа над граффити заняла три дня, мечи и гости города смогут оценить работу, а проникнувшись творчеством Белова, заглянуть и в его музей, который находится рядом на улице Чканова-Леханова. Здесь также рядом и дом актера, где Кондратья Петрович часто бывал, встречался с артистами. Он очень любил театр. Граффити уже позитивно оценил внук художника Владимир Белов. В Омске с большими гастролями театр «Кукол из Иванова». В рамках одноименного фестиваля для омского зрителя актерская труппа привезла 4 спектакля. Постановки «Кукла. Блокадная история» возрастная категория 6+, «Левша» возрастная категория 12+, «Веселые уроки» возрастная категория 0+, и «Ключ от королевства» возрастная категория 0+, созданы исключительно ивановскими режиссерами и художниками. Эти спектакли отличаются яркими красками, обилием песен и стихов, а потому их по праву можно считать визитной карточкой Ивановского театра «Кукол». Иную эстетику творческого коллектива омский зритель уже успел оценить накануне, но насладиться творчеством гостей можно вплоть до 4 октября. Мы очень рады, что мы попали в программу «Большие гастроли» и получили федеральную поддержку. Очень много говорилось, что в давние времена театры выезжали на гастроли, потом это всё пропало, порушилось. И с большой радостью мы восприняли то, что эта программа сейчас восстановила наши переезды гастрольные. Мы можем привести наших актёров, которые могут посмотреть, как работают актёры в другом театре, посмотреть, как устроен театр, посмотреть, какой у вас есть репертуар, посмотреть декорации. Нам же всё интересно, даже пощупать, как ваши куклы изготовлены в вашем театре. Тем временем наши кукольники сейчас в Костроме. Омский «Орликин» представляет тоже 4 спектакля, правда, одной локацией не ограничится. 24 раза актёры выйдут на сцены в двух соседних городах. В этом году подали заявку таким образом, что раз города находятся рядом, мы в этих регионах никогда не были, и мы поехали. Вот сейчас театр находится в городе Кострома, и из города Кострома 5-го числа мы переезжаем в город Иваново. То есть у нас длительные двухнедельные гастроли. Мы покажем в том регионе 24 своих спектакля. Вспомнить события Великой Отечественной войны, пофантазировать над современным искусством и даже отведать шоколадные экспонаты. Всё это музей искусства Омска. Он приходит в себя после карантина и очень ждёт посетителей. В учреждениях культуры соблюдены предписанные Роспотребнадзором меры безопасности. Ну а возрастная категория выставок 18+. Наши Анна Рыбина и Андрей Кузьмин уже оккультурились и сняли сюжет. Картины Игоря Николаева «Амичи» должны были увидеть 9 мая, но грянул вирус. И подарил художнику 5 месяцев бесплатной аренды выставочного зала. Правда, без зрителей. Только месяц назад народ пустили в музей посмотреть наших. Для меня важно было, чтобы зрители почувствовали вот этих людей, которые сражались за мирную жизнь, которые погибали за неё. И как они выглядели, что они чувствовали. Игорь Николаев работал главным художником лицейского театра. Сейчас преподает в детской школе искусств. К 75-летию победы мастер решил попробовать новую авторскую технику. Экспериментировал со снимками военных лет. Сам распечатывал документальные фото и обрабатывал их типографскими красками. Здесь повторяющиеся фотографии времён как раз войны. Я использовал документальные фотографии. И я практически тиражировал один и тот же снимок. То есть вот эта тема повторяемости, она для меня была важна, поскольку и о войне нужно повторять, чтобы не было больше войны. И нужно ещё учитывать такой эффект, когда зритель смотрит на изображение, первое впечатление бывает не совсем серьёзным, поверхностным. А когда он дважды смотрит на одно и то же изображение, у него как бы более глубокий взгляд на вещи возникает. Другая серия работ – иллюстрации к произведениям Андрея Платонова. Книга «Неодушевлённый враг» так запала в душу художника, что Николаев изрядно вышел за формат книжной страницы. По Платону немецкие солдаты и советские солдаты встретились под землёй в ходе сражения. И у них состоялся диалог о войне, кто виноват, чья идеология там важна, не важна. То есть и у меня появились такие даже библейские какие-то символы. И сам вообще весь процесс похож на такой рентгеновский снимок. На втором этаже музея искусства Омска куда больше цвета. Здесь расположилась персональная выставка другого художника – Михаила Рубанкова. Его авторский стиль соединяет этнику, графику, стрит-арт. А мечи могли видеть его картины в подземных переходах. Когда что-то приходит в голову, я это фиксирую и особо не думаю, какими способами это делать. Первое, что приходит в голову или что есть под рукой – баллоны или масло, или акрил, карандаши, акварель. Когда Рубанков самоизолировался дома, под рукой была только акварель, а в голове куча идей. Так родились весёлые картинки, как именует их автор. Среди них «Будулайк» и «Относительная стабильность». Я вообще очень рад, что именно я открываю этот сезон свободы, потому что для меня в моём творчестве свобода – это определяющее понятие. То есть я отношу себя к андеграунду и к независимым художникам. Поэтому для меня свобода очень много значит. А как вы пережили карантин, когда свободы были лишены? Почему? Я не был лишён свободы, я был свободен. Свободу от коронавирусных ограничений в музее отмечают с сентября. Сейчас работа кипит. Выставочный комитет отбирает экспонаты на ежегодный конкурс «Омск здесь и сейчас». Организаторы готовятся к новым выставкам. Главные такие экспозиционные планы у меня сейчас – это проект «Сезон свободы», потому что мы ожидаем ещё, что у нас приедет сугроб и старый. Мы ожидаем ещё три женские выставки. Это будет Елена Свешникова, Татьяна Моисеева и творческое объединение «Наденьки». У нас такое будет брутальное искусство и феминистское искусство. Представители обоих полов обожают шоколад. И это ещё одна выставка музея. В экспозиции представлены сладкая эйферева башня, белый рояль в натуральную величину, съедобные животные. Все экспонаты выполнены из настоящего шоколада – белого и тёмного. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна-7. А мяч Илья Боровских выиграл призовую награду на чемпионате России по подводному спорту. В Санкт-Петербурге соревновались более 200 спортсменов из 20 регионов. Илья завоевал бронзовую медаль в плавании в ластах на дистанции 200 метров. Спортсмен финишировал с результатом 1 минута 25,04 секунды. Этот успех позволил спортсмену пройти отбор в национальную сборную для выступлений в 2021 году. Ранее Илья становился победителем и призёром всероссийских соревнований и первенства мира. Спортсмена подготовила тренер Татьяна Москвина. Омские тхэквондисты отлично выступили в традиционном международном фестивале «Звёзды Сибири». В этот раз в связи с пандемией в Барнауле соревновались сильнейшие российские спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет. Наша команда завоевала 17 медалей. Своими эмоциями спортсмены поделились с Владимиром Истоминым. Мощный натиск, стремительная разнообразная серия ударов, короткие и жёсткие связки, боковой кик пяткой и пчаги и выпад рукой, более сложные комбинации, кальдоскоп ударов ногами, прямых, боковых, с разворота под разными углами. Мирослав Платицын – главный герой соревнования в омской команде. Юный спортсмен занимается тхэквондо два года, но уже освоил важные нюансы мастерства. В соревновании классно варьировал действия. Давление первым темпом, две яркие победы, смешанный стиль, переход на работу вторым номером, резкие техничные контратаки. Эта тактика принесла успех в финальном поединке. Мирослав выиграл золотую медаль в категории 100 балл. В этом разделе как раз высоко ценятся атаки на опережение. Победить мне помогла моя техника хорошая, я маневрировал и стремительно разнообразно атаковал. Россыпь серебряных медалей. Омские тхэквондисты завоевали сразу 11 наград. Три выиграла Галина Аксенова. По словам спортсменки, побеждать помог тренер Федор Мартыщенко. Тхэквондо – сложный координационный вид спорта. Точность действий начинается с правильной постановки стоп, ног, корпуса, четкости линий, траекторий. Галина много тренировалась. В состязании по базовой технике Хьонги спортсменка успешно совместила все нюансы исполнения. Баланс в стойках, правильную последовательность действий, силу, уровни ударов. В спаррингах Амичка отлично маневрировала. Применяла уходы, отвлекающие боковые удары, затем резко атаковала верхний уровень. Серебряные медали Галины с золотым оттенком. Интересно было участвовать в этих соревнованиях, потому что у меня была отличная физическая подготовка. И мне помогали в этом разные комбинации. К примеру, доля чаги, ну, уровень лечаги, доля чаги. На этом соревновании было очень много соперников и боев. Александра Махалина продемонстрировала и характер, и мастерство. Амичка состязалась с сильными соперницами, победительницами и призерами российских и международных соревнований. Не дрогнула, прессинговала, перехватывала инициативу, смело атаковала высокими ударами ногами с разворота и сверху вниз. Александра выиграла несколько поединков, лишь в финале уступила более искусной сопернице из Красноярска. У меня был хороший настрой, и с комбинацией у меня получился удар доля чаги и два удара руками. Общий успех наших спортсменов – это уверенность в своих силах. Летом амичи занимались самостоятельно по тренерским заданиям, затем прошел хороший подготовительный сбор. В результате омские тхэквондисты прибавили во всех аспектах мастерства – скорости, техники, разнообразие действий. Итоги турнира подвел главный тренер сборной Омской области по тхэквонду ГТФ Федор Мартыщенко. Проанализировав соревнования, наметили для себя много креатива. Из этого вынесли некоторые аспекты, и будем работать теперь больше над техникой, над тактикой, скоростно-силовые качества. И также применять будем это все в парах, на тренировках. Впереди у омских тхэквондистов напряженный подготовительный отрезок. Следующее крупное соревнование – чемпионаты первенства России. Турнир пройдет в декабре в Казани. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Таковы новости. До встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Волонтером может стать каждый. Прими участие в уборке двора. Окажи первую помощь пострадавшему. Помоги пожилому соседу. Прояви заботу о животных. Участвуй в организации событий региона. Стань волонтером. Все о волонтерстве можно узнать в Ресурсном центре развития добровольчества Омской области. Заходи на сайт rmc55.ru. До доброго поступка один клик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова